Новосибирские адвокаты Бывший обвиняемый по делу о хищении нескольких миллионов рублей в рамках подготовки к форуму Интера и координатор проекта «Руссидящая». Дмитрий, здравствуйте. Естественный вопрос. Вы, пока шло рассмотрение вашего дела, почти три года провели в СИЗО, а в итоге, в окончательной версии приговора, он был условным. Вот эта инициатива, она связана именно с подобными примерами? Я думаю, что да. В первую очередь, мы помним о том, что у нас в стране действует презумпция невиновности. И до той поры, пока решение суда не вступит в законную силу, человек считается невиновным. На практике же оказывается так, что очень большое количество людей, предпринимателей в частности, проводят долгое время, в моем случае это, например, было действительно почти три года, за решеткой. И в день, когда приговор суда вступил в силу, и мне назначили условно срок наказания, я вышел на свободу. Поэтому, по сути дела, я провел три года как мера пресечения, и в то же время оказалось, что это не вполне справедливо, на мой взгляд. Насколько критическая ситуация? Есть ли какие-то данные? Сколько сейчас предпринимателей находятся в СИЗО? Вы знаете, к сожалению, эта статистика очень закрыта. Я могу сказать о том, что я видел у своих вот таких умозрительных заключениях. На мой взгляд, это порядка 10%, если брать новосибирское СИЗО, где одновременно содержится порядка 2,5 тысяч. То есть, мы можем представить, что это где-то 200, может быть, 300 человек, людей, которые являются предпринимателями, и обвинения у них связаны с экономическими статьями. То есть, речь о сотнях людей в рамках каждого региона, и, видимо, о тысячах по всей стране? Конечно. Думаю, что не тысячи, думаю, что десятки, может быть, даже сотни тысяч по всей стране. Это очень много людей. Расскажите, в каких условиях находятся эти люди? Что такое пребывание в СИЗО? Да, СИЗО, надо понимать, что это закрытая камерная система. То есть, люди находятся в закрытых помещениях, и по своим условиям содержания это хуже, строже и тяжелее, чем даже колонии особого режима, то есть, которые дают рецидивистам за особо тяжкие преступления. Сами по себе условия замкнуты. Перенаселенность камер, то есть, к сожалению, нормативы 4 квадратных метра соблюдаются далеко не всегда. Но введение в правила внутреннего распорядка сейчас очень серьезно коснулись медицинской помощи. То есть, люди фактически остались без медикаментов, а для многих это вопрос в буквальном смысле слова жизни и смерти. Ну, там какие-то вещи, связанные с питанием, с передачей, точнее, не передачей книг и прочего. А бытовые условия? Ну, что там, может быть, гигиена? Ну, гигиена, вы знаете, я думаю, для любого современного человека душ раз в неделю, особенно, скажем, летом, это прямо скажем, уже само по себе является пыткой. Ну, хотя, конечно, мы находили возможность как-то поддерживать гигиену, но это все связано с таким постоянным, ежедневным боем за выживание. По-другому это не скажешь. Высшее руководство страны и даже Верховный суд неоднократно рекомендовали при вынесении решения об избрании меры пресечения все-таки воздерживаться от заключения под стражу. Именно вот на время следствия и на время рассмотрения дела в суде. Получается, что эта рекомендация не выполняется? По сути дела, да. Да, причина очень проста. Дело в том, что заключение под стражу на сегодняшний день является основным инструментом давления на подследственного, поскольку зачастую это таким становится предметом торга. Следователь говорит, ну, вначале сажает в следственный изолятор, а потом, собственно, начинаются разговоры про то, что дайте нужные показания. Ну, это называется признательные, хотя это, как правило, самооговоры, оговоры каких-то других людей. А мы изменим вам меру пресечения. Ну, и на ваш взгляд, сегодняшняя акция, она может привести к каким-то изменениям или это, ну, такая отчаянная попытка сделать хоть что-то от безысходности? Ситуация очень тяжелая. Будем все-таки говорить прямо, одной акции здесь ничего не решишь. И первая акция, может быть, есть смысл их проводить не раз в год, а гораздо чаще, вплоть до ежемесячных каких-то мероприятий. Ну, и, конечно, к этому надо подключать очень широко ту общественность, во всяком случае, которая заинтересована. Это родственники, это какие-то люди-правозащитники те же самые, чтобы это была акция, ну, которая все-таки была заметна сейчас. Ну, это все-таки первый такой случай, мне кажется, недостаточно он освещается. Ну, что ж, спасибо. Еще раз напомню, гостем в студии был Дмитрий Петров, координатор проекта «Русь сидящая», обсуждали акцию поддержки предпринимателей, находящихся под арестом.